Всем привет! Очередная распаковка. Сегодня не так много посылочек. Сейчас мы их быстро распакуем, посмотрим, что там пришло. Интересного или не очень интересного. Что-то такое увесистое, по-моему, металлическое первой посылки. Вваливайся. Раз, два. Ок, ничего себе. А это что тогда такое? Это что, пусто просто? Там какие-то две штучки, а здесь... Сейчас посмотрим. Даже сам понятия не имею. А, всё, имею понятие, это магнит. Оно примагнитилось к моему режику. Так, это у нас, значит, магнит не хочет отклепиться. Здесь, скорее всего, тоже, потому что я заказывал две штучки этого. Это специальное крепление в машину для телефона. Универсальное, по-моему, для любого подойдёт. Так, давайте посмотрим, как оно вообще работает. Ага, значит, вот эта штука на трем-скотче цепляется в машину. А вот эта штука на магните зачем тогда? Надо, в общем, разобраться, как оно работает. Хрен отлепишь. Ага, это тоже на трем-скотче. Наверное, вот эта штука на трем-скотче цепляется к вот этой штуке. И оно к машине примагничивает. А, нет, это телефон сюда примагничивается. И можно крутить, вращать его, как вам удобно поворачивать. Вот такая вот хрень. Только зачем их... Зачем тогда вот эта штучка? Может, через неё телефон коннектится? Не знаю. В общем, посмотрю. И фотографию вам скину, как оно всё присоединяется. Вот такая вот штука недорогая. Ссылки, как всегда, будут описания. Всего, что я нараспаковывал. И во второй посылке, в таком большом пакете, пришли две коробки. В которых... В которых... Что это у нас здесь такое? Ага, это я тоже понял. Я подготовился немного, уроки выучил. Здесь у нас специальный термометр. На окно цепится в доме. На такой пересосочке. И показывает температуру. Что-то кроме температуры, может быть, показывает, я не знаю. Ага, на присоску, если она не крепится, то вот два-три М-скотча есть. Можно прилепить пожёстче. И куда-то здесь вставляются батарейки. Так, сейчас даже сходу на видео только распаковал. И сразу разберёмся, куда же их вставлять. И какие нужны батарейки. Ага, значит, вот такая вот хрень. Здесь нужно открутить. Так, всё под рукой, как всегда. Это можно даже сейчас открутить. Посмотреть, по-моему, здесь одна пальчиковая батарейка вставляется. И, собственно, как оно работает, я вам тоже зафотою. Посмотрите, как оно выглядит. Сколько стоит, можете посмотреть, перейти по ссылке. По-моему, около пяти баксов за штуку. Точно я не вспомню. Ещё хрен отковыряешь. Вот такая вот что-то пенсия. А, она ещё на резиночке. Так, здесь одна пальчиковая батарейка. Вот там написано 3А. Наверное, вам не будет видно. Можете поверить на слово. И как это всё будет выглядеть уже подключенное. Посмотрите. Я сфоткаю. Так, убираем лишнее. Где бы так распечатать, чтобы оно ничего не порвалось. Так, и здесь у нас предпоследние посылки. Такая штукенция. Я думал, она больше. Китайские магазины. Привет. Размеры мало кто смотрит. Я тоже не всегда смотрю. Крепится сбоку на двери. И можно как такую штучку для мелочёвки использовать. Тоже дешёвая штука. Посмотрите. Посылки. Две на две двери. Всё логично. И последняя посылка более интересная. Я такое первый раз распаковываю. Посмотрите. Прокомментируете. Сейчас зашёл к продавцу на Алиэкспресс, где это покупалось. Удивительно негативные отзывы у него. Где-то 40% позитивных. Когда это заказывалось, то негативных отзывов вообще не было. И что же здесь пришло? Просто MP4 записано. По ссылке на Алиэкспресс это iPod Nano седьмого поколения. Там было указано. Я очень удивился. Потому что особо я не яблочник. Но седьмое поколение только вышло или ещё не вышло. Я не знаю точно. Да и вообще китайцы редко отторгуют оригинальным продуктом Apple. Вот такая вот коробочка. Лампочка не светит так ярко. Здесь у нас чёрный iPod. Но здесь не пишется ничего о том, что это Apple и это iPod. Первый раз такое распечатываю. Наверное, это всё китайское нагибалово. Это вот так вот вытягивается. Там ещё скотч был. Ну, понятно, что это не оригинальная упаковка. Это видно. Здесь никаких опознавательных нету знаков. Хотя сзади iPod и знаменитое яблоко нарисовано. Должно быть 128 гигабайт памяти. Хотя что-то вроде похожее на оригинальное у нас есть. В случае, когда приходит такая посылка, можно с китайцем поспорить, или это оригинал, чтобы он скинул документы на продажу такой продукции. Там ещё должны быть наушники в комплекте. И зарядка. Не может быть. Вы представляете? А заряжается эта штука от microUSB. Ага. 100% microUSB. Куда его вставлять? Вот вход для наушников. По идее, должны быть оригинальные AirPods. Как они там? Вот, вставляются вроде бы. Ничего себе, даже загорелось сразу. Хотя я ещё не включал. Эту штуку я ещё немного потестирую. Посмотрим, что она из себя представляет. Здесь, по идее, уже сенсорный экран должен быть. Через пленочку не работает. Какой ужасный экран. Похоже на какую-то TFT-матрицу. Смотрите сами, рассматривайте. По ссылке перейдите, тоже посмотрите. Можете писать в группу по поводу моих распаковок. Там я специально вылаживаю видео. Можно обсуждать. Поэтому заходите, смотрите. Если будут какие-то вопросы, пишите. В комплекте у нас ещё вот такая вот инструкция есть. Или просто MP4 написано. Ничего об Apple, даже слова нет. Так, наушники, так наушники. В стиле AirPods, но, по-моему, не оригинальные. В общем, это всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Квадриков там парочку заказал. Пока.